Особое внимание в ежегодном послании к федеральному собранию президент уделил реализации нацпроектов, а также вопросам демографии и здравоохранения. Он говорил о том, что недопустимо, когда пациенты остаются без жизненно важных лекарств. Послание Владимира Путина уже называют концепцией сбережения нации. Президент потребовал в текущем году не допустить повторения прошлогодней ситуации с перебоями в поставках лекарств в регионах, так как сбои бюрократической машины били по простым людям, вынуждая вносить существенные коррективы. Зачастую и вовсе отменять лечебный план. Закупки оказались фактически сорванными. И некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров. Не беда, объявим новые конкурсы. А люди-то оставались бескрайне важны подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться. В ряде регионов, в том числе и в Ингушетии, недополучали необходимое количество инсулина. И самое ужасное лекарство онкобольных. То есть тех препаратов, которые относятся к перечню жизненно необходимых и важнейших. В прошлом году у нас из 150 аукционов не состоялось 19 аукционов. Но общая сумма 23 миллиона рублей. Там были инсулины, но мы опять перевыставили эти заявки. Вторично у нас, опять же, инсулины не прошли. Мы закупили инсулины уже прямыми договорами непосредственно с производителем. Вот именно на этот момент и в своем послании президент даст тело внимания, то что методика расчета начальной цены, которая была предложена Минздравом, она чуть-чуть занижает цену. И, соответственно, в результате получается то, что аукцион считается несостоявшимся. И конечный получатель не получает свои лекарства. Позиция президента по этому вопросу категорична. Лекарственные препараты в полном объеме должны всегда быть доступны населению. В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, чтобы путаницы здесь больше не было. Также уже принято законодательное решение, которое позволит официально и централизованно вводить в Россию отдельные специализированные препараты, ввозить отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. Я прошу правительства в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать. Всего в Ингушетии с редкими или по-другому орфанными заболеваниями 30 человек. Из них 8 детей. На лекарственное обеспечение этих детей по примерным расчетам необходимо около 46 миллионов рублей. По региональной льготе, если брать, у нас до сих пор существует проблема с финансированием. В прошлом году у нас на региональную льготу было предусмотрено 15 миллионов рублей. В этом году утвердил парламент 138 миллионов. Я думаю, мы в полном объеме сможем уже орфанников обеспечить необходимыми лекарственными препаратами и обеспечить те категории граждан, которые не имеют льгот. Ну, не в полном объеме, но при потребности 260 миллионов нам предусмотрено 138 миллионов. Ну, орфанников точно обеспечим меньше. Так или иначе, проблема с поставкой и нехваткой лекарственных средств в Ингушетии должна быть решена в скором времени. Владимир Путин уделил особое внимание вопросам здравоохранения. Так, с этого года будет внедряться новая система оплаты труда. Основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах. С установлением фиксированной доли окладов в заработной плате. И едином для всей страны перечнем компенсационных выблок и стимулирующих надбавок. Глава государства также обещал, что существенно изменится контроль качества лекарственных препаратов. Он будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств. В том числе в аптечных сетях. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.